МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Символы Родины. В День России склон бархана Сарыкум окрасился в цвета российского флага. Пионер борьбы с коронавирусом. Легендарный главврач больницы в коммунарке прибыл в Дагестан. География помощи расширяется. Благотворительный фонд «Инсан» добрался до Северной Осетии. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмин. Режим самоизоляции в Дагестане планируется снимать поэтапно с 15 июня. До этого дня главам районов и городов необходимо провести подготовительные мероприятия. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что некоторые муниципалитеты посчитали снятие ограничений преждевременным. При этом Васильев подчеркнул, что выход из режима ограничений должен происходить согласно рекомендациям Роспотребнадзора. По всему Дагестану проводится регулярная дезинфекция мечетей. На этот раз сотрудники администрации Махачкалы провели санитарную обработку центральной мечети столицы. Специальным раствором опрыскали двери, рамы, помещения, комнаты для омовения и детскую площадку. Мотораспылителями мы обрабатываем абсолютно безопасным раствором. Хлоросодержащий раствор очень мягкий, безопасный для кожи. Можно не бояться даже, если вдохнешь. Обработали контактные поверхности. Самое главное. Мероприятия по дезинфекции мечетей будут проводиться вплоть до их открытия. А вот когда официально разрешат верующим посещать храмы в республике, пока неизвестно. Возможно, уже на следующей неделе. Муфтия Дагестана ранее сообщал, что готов открыть мечети, как только получит положительный ответ Роспотребнадзора. Символ государства и символ республики встретились. Флаг нашей страны в День России украсил склон Бархана Сарыкум. К празднику по инициативе регионального штаба ОНФ была проведена акция «Наш флаг». В этот раз Триколор, кстати, самый большой на Северном Кавказе, установили на территории знакового природного памятника и туристического объекта. Наша съемочная бригада следила за развитием событий. Хадижа Курбанова продолжит. Песченый Бархан Сарыкум – уникальный заповедник Евразии. Группа активистов поднимается километр ввысь на гору, чтобы раскрыть там Триколор ко Дню России. Государственный флаг площадью в тысячу квадратных метров на Бархане Сарыкум раскрыли более ста волонтеров. Все они инициативу регионального штаба ОНФ восприняли с энтузиазмом. Ребят не испугала ни знойная погода на Бархане, ни ветер, который встретил гостей заповедника. Эти даты важно отмечать, потому что каждый раз у нас идет обновление поколения. Если мы не будем отмечать такие праздники, не будем проявлять патриотические какие-то качества, то тогда будущего у нас не будет, так как без истории нет будущего. Это для нас большая радость принять участие. Мы проводим такую акцию, решили именно подняться на такую гору, потому что самый большой флаг на сегодняшний день на Северном Кавказе. И команда молодежи КВНФ принимает таких больших участвований. День России – один из самых молодых государственных праздников в стране. Обойти стороной памятную дату организаторы патриотической акции не смогли. На фоне государственного символа также был исполнен гимн страны. «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» Ни одна зараза, коронавирус ли, любой другой враг, когда мы объединяемся в одну великую, интернациональную, патриотическую, мощную семью, мы тогда говорим – вот она, Россия, вот он, Дагестан. Отметим, что инициатива регионального отделения ОНФ в Республике Дагестан вошла в пятерку лучших мероприятий, проводимых Общероссийским народным фронтом ко Дню России. Хадижа Курбанова, Мусасова Гиреев, телеканал ННТ, Кунтеркалинский район. В этом году историческим событиям, которые стали поводом для учреждения Дня России, исполнилось ровно 30 лет. 12 июня 1990 года народные депутаты приняли декларацию о государственном суверенитете России. Долгое время россияне отмечали эту дату как День независимости, но в 1998 году президент Борис Ельцин предложил переименовать праздник, назвав его День России. Мы решили провести небольшой социологический опрос. Знают ли дагестанцы, что празднует страна? Вопрос спрашиваю население, знают ли они, какой сегодня день? День России, Конституции. А знаете, с каким событием связан? Конечно. А с каким? Россия, а регионная. День России. А с каким событием связан в курсе? Честно говоря, нет. А что-то для вас значит этот праздник? Ничего абсолютно. Вы знаете, какой сегодня день? Сегодня День России. А знаете, с каким событием связан этот праздник? Честно говоря, нет. Наступный вопрос. Спрашиваем население, знают ли они, какой сегодня день? День Конституции России. А знаете, с каким событием связан? Нет, не знаю. Обычный День России же. А с каким событием связан? Извините. Я бы вам мог сказать, что в мусульманские праздники, но День России... Конечно, День Конституции России. А знаете, с каким событием связан? Не знаю, не хочу. Это же День России. А с каким событием связано? Ну, это, по-моему, Конституция у нас. Сегодня? День России. С утра случайно узнал. А как вы узнали? По телевизору. А вы знаете, с каким событием связан этот день? Нет. К этому отношусь, я, знаете, равнодушно, можно сказать, как по-простому. Почему? Чтобы все понятно. Нет. Вот чувствую, и все. А вот для вас этот праздник что-то значит, День России? В России? Абсолютно нет. Ничего не чувствуете? Ничего не чувствуете. А почему, как вы думаете, с чем это связано? Раньше я чувствовал праздники, сейчас нет. А раньше-то когда? Раньше в советское время. В честь Дня России жители Ботлиха в знак благодарности подарили военным врачам более 30 национальных пирогов. В рамках акции «Испеки пирог и скажи спасибо». Также праздничную программу дополнили артисты фольклорно-хореографического ансамбля. Они исполнили национальный танец «Лезгинка». В настоящее время более 70 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в полевых госпиталях Минобороны России. Развернуты они в Ботлихе и городе Буйнакске. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко находится в Дагестане с бригадой медиков. Делегация столичных врачей посетила уже несколько медорганизаций республики. В первую очередь опытные врачи побывали в инфекционной больнице. Это один из главных стационаров, который принял на себя основную нагрузку во время эпидемии, справляясь с возрастающим потоком больных коронавирусом. На сегодняшний день в стационаре развернуто около 300 коек. В самый пик пандемии здесь были организованы и дополнительные места. Вылечено от COVID и выписано уже более тысячи пациентов. Процент вылеченных тяжелых больных в реанимации – более 70%. Конечно, единственное, что бросается в глаза – отсутствие желания у самих пациентов находиться в положении на животе. Я бы, правда, призывал и родственников, и пациентов убеждать себя и близких в этом, потому что это одна из жизнеспасающих стратегий. Лекарственное обеспечение на должном уровне, антибиотики есть, есть антикоагулянтная терапия. Это два очень мощных фактора, которые влияют на выживаемость пациентов с ковидной инфекцией. Есть ли куда двигаться дальше? Да, конечно, есть. Наверное, для этого мы здесь. Мы на субботу запланировали обучение с реаниматологами. Наш анестезиолог Александр Боярков будет провозить ультразвук, курс ультразвук при ковиде и в реанимации. Поэтому двигаемся вперед по плану. Владимир Васильев поблагодарил московских врачей за помощь в борьбе с вирусом. Встреча с главой Дагестана прошла в аэропорту Махачкалы, где и были вручены благодарственные грамоты медикам. Отметим, что столичными врачами была проведена огромная консультативная и методологическая работа в 11 лечебных учреждениях Дагестана. В результате совместных обходов по отделениям различных стационаров было проконсультировано около 700 пациентов. Кроме того, выполнен разбор конкретных клинических случаев с последующей коррекцией терапии. Специалисты выработали тактику ведения больных. По каждому тяжелому больному был проведен отдельный врачебный консилиум. Эффектные кадры облетели Дагестан накануне. Прямо на центральной площади Махачкалы произошел пожар и едким дымом обволокло всю округу. По данным пресс-службы дагестанского филиала Ростелекома, возгорание произошло на крыше здания, где шли ремонтные работы. Сработала пожарная сигнализация. Все работники были оперативно эвакуированы. Пожарные локализовали возгорание в здании филиала Ростелекома в Дагестане оперативно. На месте работала группировка из 98 человек и 25 единиц техники. Пострадавших, к счастью, нет. Энергетики Дагестана устроили забастовку на этой неделе. У главного здания Дагенерго в Махачкале собралось более сотни человек. Сотрудники сетевой компании озвучили свои требования руководству, призывая решить проблемы, с которыми они сталкиваются уже на протяжении полутора лет. Подробнее Хамзану Магомедов. В первую очередь зарплата. У меня трое детей. На 10 тысяч ты проживешь? И то, которое не дают. Вот, смотри, вопрос, сколько людей. У всех семьи. По пять детей есть у нас инспектора. На что они живут? Но в данный момент мы не живем, мы выживаем. Помимо низкой зарплаты, которая не меняется уже несколько лет, рабочие недовольны условиями труда, несправедливым отношением руководства. По словам энергетиков, ситуация начала ухудшаться после того, как руководящие должности в Дагестане заняли специалисты из Центральной России. С приходом нового менеджмента МРСК Северного Кавказа проходит уже полтора года. На сегодняшний день все ухудшается и ухудшается. Заработная плата не индексируется, запчасти, ремонтный материал не приобретается, никаких работ не проводится. Дайте работать нам. И так Дагестан без работы все полный. И на избыточный регион, где есть достаточное количество специалистов в энергетику, приводят в Центральную Россию абсолютно без образования, без профильного образования, без каких-то опытов работы. В регионе планируют создать одну единую энергетическую компанию. Местные рабочие, их более пяти тысяч, опасаются, что часть из них просто не примут в новую организацию. Однако это мнение представители Дагестанской сетевой компании не разделяют, опровергая такой сценарий развития событий. Производственный персонал будет переведен. Я просто слышу, что кого-то будут сокращать и так далее. Ответственно заявляю, есть указания генерального директора, управляющего директора Дагестанской сетевой компании. Весь персонал будет переведен в филиал Дагенерго. По поводу заработной платы я акцентирую внимание на том, что она ни в коем случае не будет снижаться, это просто невозможно. Наоборот, у нас есть план мероприятий, дорожная карта по индексации заработной платы. Местные энергетики также опасаются, что отрасль не удастся должным образом подготовить зиме. Запчасти и материалы, по их словам, еще не закуплены. Не хватает рабочих рук. С жалобами и официальным письмом обращались сетевики к главе республики Владимиру Васильеву. Если озвученные факты останутся без внимания, и подобные отношения к сотрудникам будут продолжаться, энергетики намерены прекратить работу. Хамзанов Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. В Махачкале продолжаются работы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Накануне с ходом реконструкции дорожного полотна на столичных улицах ознакомился первый вице-премьер республики Гаджи Магомед Гусейнов. Что уже сделано, расскажет Зумруд Гамедова. В ходе рабочей поездки делегация, в которую вошел и министр транспорта республики, осмотрела несколько улиц Махачкалы. Работы на объектах ведутся ежедневно, несмотря на непростую обстановку в регионе. Полным ходом идет расширение улиц и замена бордюров. Заключительным этапом станет укладка асфальта. По мнению вице-премьера, главное – это качество. «Для нас это реально шанс. Если у нас будет подход такой не местечковый, если мы же все-таки не кочевники, если мы понимаем, что это наш город. Здесь мы должны жить, наши дети здесь живут». Дорожники немного отстают от графиков. Основная причина заключается в том, что водоканал не успевает провести предварительные работы на объектах. Гусейнов отметил, что необходима слаженная работа органов власти и подрядчиков. «Для того, чтобы все обеспечить срок, это должны быть и правильная, слаженная работа органов государственной власти, муниципальной власти, подрядчиков. Это общая работа. Но мы ставим себе задачу пока до 1 октября, потому что знаем, что все-таки мы предполагаем, во-первых, Бог располагает, есть, бывают нюансы, бывает и в ремонтных, в строительных работах бывают нюансы. Поэтому изначально мы закладываемся на октябрь месяц». Всего в этом году на ремонт улиц столицы республики выделено 680 миллионов рублей из федерального бюджета. Реализация данного проекта будет проходить до 2024 года. Это 85 улиц города. «Это дало нам возможность ежегодно получить на дороге города порядка 680 миллионов рублей. Ежегодно город получает. Это будет до 2024 года. И наша задача сейчас – использовать этот шанс максимально эффективно. То есть мы должны ежегодно, мы приводим в порядок порядка 85 улиц в городе». Напомним, что всего в этом году планируется ремонт более чем 80 километров автодорог регионального значения и улично-дорожной сети. Всего в программе 85 улиц. Зумруд Гамидова, Мурат Бекбарзе, телеканал ННТ, Махачкала. В эпоху пандемии может показаться, что предприниматели озабочены только провалом продаж и поиском господдержки. Но жизнь показывает, что это не так. Ведь бизнес любого масштаба – это в первую очередь люди, а людям свойственно помогать друг другу. Так фруктовая база «Миарсо» совместно с благотворительным фондом «Инсан» развезла ящики с фруктами и овощами всем, кто в это непростое время не может себе позволить их купить. Подробнее в сюжете Алины Багиловой. Сегодня нам посчастливилось принять участие в акции по раздаче продуктов в каждый дом. И компания «Миарсо» принимает в этом участие. И призываем остальных, кто имеет возможность, принять такое же участие. И по воле Всевышнего Аллаха мы надеемся, что в дальнейшем мы тоже будем эту акцию проводить. С самого начала режима самоизоляции небезразличные люди. Бизнесмена, владельцы крупных компаний начали оказывать посильную помощь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Многие предприниматели предпочитают помогать через фонд «Инсан», который хорошо зарекомендовал себя, организуя десятки масштабно-боготворительных акций. Представители оптово-розничного склада «Миарсо» использовали возможности «Инсана». Ведь в списках, составленных работниками фонда, тысячи реально нуждающихся людей, которые ждут помощи. До начала пандемии коронавируса у нас было около 10 тысяч семей только по Махачкале. И с момента начала пандемии, конечно, число обращаемых людей в фонд возросло. Мы только за апрель месяц приняли 109 990 звонков подопечных людей. Система оказания помощи, она тоже у нас отличается. То есть для таких людей мы формируем список именно по тем программам, которые человек хочет оказать помощь, будь то продуктами финансовой или же другие программы. Формируем список и предоставляем списки таких нуждающихся людей, чтобы люди непосредственно сами могли пойти и принимали участие в оказании помощи таких людей. Один из таких меценатов – это торговый дом «Миарсо», который ежегодно с нами работает, принимает активное участие в нашей работе, в оказании помощи нуждающимся семьям. У каждого подопечного своя история жизни, своя проблема, своя боль. Но всех объединяет одно – чувство благодарности и осознания того, что земляки с добрым сердцем помнят о них и не бросают в беде. Ведь о них никогда не забывают и помогают именно тогда, когда это бывает нужно больше всего. Как вы помогаете нам всем, да, Аллах вам тоже поможет, да, Аллах. Чтобы вы не забывали нас, что не забываете, я очень рада, вам огромное спасибо. Я рада, что есть такие люди, которые понимают, видят, слышат людей, которые… Я хочу выразить свою благодарность предпринимателям и фонду «Инсан», которые помогли, помогают людям нуждающимся, тем более в такие месяцы, вот без работы, когда люди остались. Я очень благодарна этим людям. Для каждого подопечного фонда «Инсан» оптово-розничный склад «Миарсо» выделил по ящику ассорти фруктов цитрусовых, а также мешок картошки и лука. Благодарю предпринимателей, кто это создал, кто участвовал, кто принимал все это. И от души благодарю всех, Аллах Всевышнего, чтобы у вас было побольше пароката. То, что вы так радуете людей, таким, что помогаете – трудный момент. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Беречь здоровье будущего поколения. В период пандемии коронавируса детская многопрофильная больница имени Кураева функционировала в экстренном режиме. Несмотря на опасность заражения, врачи продолжали добросовестно исполнять свои обязанности. Тему продолжит Курбан Рагимов. Больница не была перепрофилирована под работу с пациентами с коронавирусной пневмонией, но болезнь не обошла и это медучреждение стороной. Врачи работали только по части экстренной хирургии. Многие дети поступали после контакта со взрослыми, поэтому здесь медикам приходилось находиться в режиме повышенного риска. Работа практически была так же нагружена, как и до этого. Особенность была в том, что нам приходилось принимать детей с подозрением на COVID-19. Для этих детей у нас было специально подготовленное отделение и операционный, и даже реанимационный блок. Всегда находились в группе риска. И, может, из-за этого у нас тоже практически 50% специалистов наши перенесли пневмонию. Они находились и в больницах, лечились, и кто дома лечился. Детей с подозрением на коронавирус переводили в профильные отделения. Остальных лечили в экстренном порядке. Как отмечают врачи, в период самоизоляции значительно меньше детей пострадало от ДТП. Не изменилось только число обратившихся с гнойно-воспалительными заболеваниями и с большими опухолями. В течение двух месяцев мы приняли 5-6 операций с большим опухолеподобным образованием. И почти ежедневно принимаем больных гнойно-воспалительными и травмами. Цифры у нас где-то 30% от всего больных. Всегда было 30% больных, это были экстренные гнойно-травмы. Этот же процент сохранялся и за это время тоже. Других изменений не было таких. Пановых больных здесь не принимали больше двух месяцев. Это отделение объединили с экстренным. Поэтому оказание помощи и операции тут не прекращались. Плановых операций мы не выполняли, но связи с этими плановыми больными мы держали. Они могли проконсультироваться в любое время. Им оказывается необходимая помощь и так далее. Консультировали. Но плановых больных мы не принимали. Но экстренные больные, да, их было, может быть, больше. Допустим, за месяц у нас 20 аппендицитов, из которых большинство было сделано лапароскопические операции. И сложные больные были с запущенным формом аппендицита. Были больные с коронавирусом, которые тяжелые поступали, поступали в реанимацию. Сейчас эпидемия в городе и республике идет на спад. Поэтому медучреждение с 15 июня начнет госпитализацию плановых больных. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Что такое красная зона, еще недавно знали только врачи. Сегодня терминологию тех, кто находится на передовой борьбе с коронавирусом, знает весь мир. Спасая чужие жизни, медики буквально живут на работе, сутками не снимая защитные костюмы и маски. Чтобы понять, как в эти дни работают врачи, какова степень самоотдачи, надо просто хотя бы на несколько часов встать с ними рядом. Поставить себя на их место. Как это сделал победивший в международном фотоконкурсе дагестанский фотограф Анвар Ахмедов. Подробнее в сюжете моих коллег. Больницы Анвара легко можно было спутать с врачами, если бы не фотокамера в руках. В точно такой же медицинской экипировке, как и герои-медики, он по 8 часов проводил вместе с персоналом красных зон, отрабатывая полную смену. Эти кадры, более трех тысяч снимков, непостановочные. Врачи и медсестры запечатлены во время реальной работы. И все это время он в масках и очках, которые к концу смены впиваются в кожу, оставляя синяки и потеки на лице. Ношение противочумного костюма и других спасательных стресс-защиты становится отдельным испытанием, наряду со стрессом и большой нагрузкой. Был случай, обрабатывают маску, обычно экипировку полностью одевают на себя, сиськостюм. И когда начала потеть маска, это был самый неудобный момент, ты ничего не видишь. Я стал нервничать, я еще слышу за окном, как машины сигналят друг другу, в пробке стоят. Думаю, куда вы едете, дома сидите. От того, что я ничего не вижу, я стал нервничать. А я представляю, еще и врачам там укол нужно было делать в этих масках. В общем, находиться 6-8 часов в этих костюмах и без возможности снять это, а если снимаешь, то уже выходишь с концами. Это огромный труд. Но Анвар, по его словам, никогда не задумался о риске, выполняя свою работу. Фотограф признается, что тревога, конечно, была, но парень хотел принести пользу и показать то, что почти всегда остается за кадром. Этими фотографиями Ахмедов пытался донести до людей всю серьезность, бушующие в мире пандемии коронавируса, которая пришла и на нашу землю. Врачи на его снимках как будто светятся, и их белые халаты, ставшие для многих символом надежды на, казалось бы, обычных фото, приобретают иной смысл. А на лицах медиков, сосредоточенных на борьбе с коварной болезнью, отражаются жертвенность и бесстрашие. Идеи участвовать в конкурсе не было. Была идея именно помочь нашим родителям поверить в серьезную ситуацию, в серьезность этой ситуации. Была только эта цель. Никак не участие в конкурсах. Даже когда поздравляют с победой, для меня это немножко... Я не знаю, как реагировать. Я в силу своей вежливости отвечаю, спасибо. Но то, что я видел в больницах, это люди мучились на этих снимках, они болели на этих снимках. И принимать поздравления за этот конкурс, потому что я выиграл на страданиях других людей, это... Не знаю. Среди тысяч творческих работ были выбраны всего 13 лучших. В их числе оказались фотографии дагестанского фотографа. Теперь Анвару Ахмедову представилась возможность отправиться в следующем году в Китай для участия в международной молодежной программе, которая доступна только победителям конкурса. Ну а пока герои его снимков и герои нашего времени. Отважные врачи продолжают спасать жизни, неделями не видя родных. И все, что от нас требуется, это оставаться с родными и без дела не выходить из дома. Замрот Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Военнослужащие Каспийской флотилии получили ключи от новых служебных квартир. 168 военных вместе с семьями теперь будут жить в комфортных условиях. Возводили дом специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России. Подробнее по теме от Ханапова. Семья Габибовых несколько лет назад переехала в Дагестан из Астрахани. До сегодняшнего дня, говорит капитан Марат Габибов, пришлось поменять уже немало семных квартир. Но такой уютной, где все продумано до мелочей, еще не было. Кроме восторга и восхищения, больше ничего не выразишь. В квартире комфортные условия. Заходи и живи. Все необходимые вещи, которые, особенно женщинам, необходимы, все уже здесь продумано и стоит на своем месте. Здесь в шаговой доступности детские сады, медицинские и социальные бытовые учреждения. В благоустроенных дворах оборудованы игровые площадки и автомобильные парковки. Новостройки спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмической активности в регионе. На сегодняшний день мы заселили 52 семьи. В ближайшее время, в ближайшие две недели, планируется заселение еще 116 семей. Данный дом построен для Каспийской флотилии в связи с ее перебазированием с Астраханской области. Также военные строители выполнили комплекс энергосберегающих мероприятий. Использовались наиболее качественные современные теплоизоляционные материалы. Кроме того, смонтирована умная система отопления. Отметим, что возведение микрорайона началось в феврале 2019 года. Из Дагестана в Северную Осетию благотворительный фонд «Инсан» оказал гуманитарную помощь жителям Братской Республики. Сизы и продовольствия на сумму порядка 4 миллионов рублей были доставлены представителями фонда на неделю. Подробности в следующем сюжете. Преодолев путь с длиной 265 километров, представители фонда «Инсан» на месте, в Северной Осетии. Внутри огромные фуры, защитные костюмы, маски и другие сизы для врачей. А также более 25 тонн продуктовой помощи. Такую поддержку во Владикавказе высоко оценили. Я бы хотел поблагодарить фонд «Инсан», хотел поблагодарить муфти Республики Дагестан. Мы не сомневались в нашем братском отношении, в нашей братской помощи. Но, исходя из того, как сегодня тяжело в Дагестане, эта помощь, я считаю, что она многократно дороже, что при всей этой ситуации они не забывают своих братьев. Ситуация в Северной Осетии не критическая, но кризис и трудные времена из-за пандемии коронавируса застали многих врасплох. Зачастую за чертой бедности оказываются простые люди, поэтому любая поддержка для них сегодня на вес золота. Дагестан всегда был рядом с нами. Это наша братская республика. Братский Дагестан оказал помощь и большое им спасибо за то, что они в такой сложный момент оказались рядом, хотя у них у самих очень сложная ситуация. За время пандемии благотворительный фонд активно снабжает продуктами первой необходимости нуждающихся дагестанцев. Но помощь необходима сейчас и другим регионам страны, поэтому в Дагестане обратили внимание на происходящее за пределами республики. Пройти мимо проблем соседей было нельзя, отмечает руководство фонда. Сегодня мы привезли примерно 25 тонн продуктовой помощи для распределения среди населения и средства индивидуальной защиты для врачей на общую сумму около 4 миллионов рублей. Нам помогает обычный народ, который всегда не остается в стороне на призыв о помощи. Это не только Дагестан, это вся Россия. Это уже второй выезд представителей инсана в соседней республике с целью оказания благотворительной помощи в связи с пандемией коронавируса. До этого сотрудники фонда посетили Карачаево-Черкесскую республику и также помогли братскому народу. Хадижа Курбанова, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Владикавказ. Платан из Дербента как символ Дагестана. Уже 10 лет действует всероссийская программа «Деревья. Памятники живой природы». Ее цель – поиск и сохранение уникальных старовозрастных деревьев для придания им статуса охраняемых природных объектов. Ежегодно в рамках программы проводится конкурс «Российское дерево года», являющийся отборочным этапом международного конкурса «Европейское дерево года». Республику Дагестан в этом году в конкурсе представляет 283-летний платан «Восточный», который произрастает на территории Джума-мечети в старой части города Дербент, сообщает пресс-служба Даглесхоза Дагестана. Экспертная комиссия каждый год выбирает для участия в конкурсе 12 деревьев из национального реестра, претендующих на статус главного дерева страны. Победитель определяется общенародным голосованием на сайте программы, который вы видите на своем экране. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!